Доброе утро, добрый день или добрый вечер в зависимости от того, когда вы включили свои компьютеры и увидели вот этот прекрасный интерьер. У нас сегодня немножечко необычное место дислокации, мы в гостях в ресторане «Редактор». И вот Татьяна Заславская, наша сегодняшняя собеседница, нам немножечко расскажет о том, как умер Бадгаштайн и родился «Редактор», например. Ну, Бадгаштайн это, наверное, целая жизнь была. И он на самом деле не совсем умер, мне кажется, он остался в сердце. Почему ты приняла решение все-таки закрыть и переформатировать? У нас все-таки ментальность наших людей немного другая, нежели, например, в Европе. Там рестораны сотни лет, а у нас как-то идет… Вот сегодня ресторан модный, а завтра новый открыли ресторан, и этот уже вроде немодный. Вот. Хотя там и кухня была прекрасна, и обслуживание. Ну, вот как-то так. То есть, какое-то моральное уставание, может быть, от места. Хорошо. А почему «Редактор»? Тебя, наверное, раз в сто уже спрашивали, почему «Редактор». А меня все 13 лет спрашивали, почему «Бадгаштайн». Ну, с «Бадгаштайном»-то бог с ним. Умерла так умерла. Но «Редактор»-то почему? Редактор. Ну, я на самом деле здесь хотела открыть «Бонбон». А с «Бадгаштайном» я еще тогда не планировала расставаться. А потом как-то вот резко у меня пришла такая мысль, а почему «Бонбон» надо как раз сделать в том месте, потому что там трафик другой, там как раз именно не ресторанская публика. И поэтому решила сделать вообще новый ресторан, новое название, так как устала я от этого какого-то навязанного мне ярлыка, что я делала какие-то баснословные цены, не оправданные ничем, что это недоступно и так далее. Поэтому мы сделали вот такой достаточно демократический ресторан, называли его «Редактор». Вот ты меня сама сейчас спровоцировала. Тут на днях вот этот вот дивный пост Сережи Шумакова о том, что ему тут чаю не налили. Привет, Сережа, мне, кстати, даже не только чаю, кофейку налили так, чтобы… Так вот, а ты так эмоционально реагируешь всегда вот на какую-то критику? Я помню эпический вообще тред с Мариком Губаренко в Инстаграме был и так далее. Ты вот все время так вот прямо… А зачем? Потому что я очень много отдаю души и сердца этой своей работе. Вот. Это не совсем даже моя работа, это моя жизнь. И, ну да, меня очень иногда оскорбляет и очень ранит. Вот какие-то такие скользь сказанные слова. И причем людьми, которые, впрочем, ничего из себя и не представляют. А тебя вообще легко задеть? Ну, может быть, да. Я могу не среагировать, но я могу быть задетой. Скажи мне, пожалуйста, вот я подписан на твой Инстаграм и регулярно смотрю там всякие красивости, ты выкладываешь такие, которые больше даже похожи на произведение искусства, чем на еду. И ты, наверное, видела все на свете. Скажи, пожалуйста, а вот что тебя больше всего, пожалуй, потрясло? Это достаточно давние впечатления, но вот такое вот ощущение какого-то невероятности тех впечатлений, которые я испытала в ресторане в Нью-Йорке. Это ресторан Бернардин. Он три звезды Мишлен имеет. Рыбный ресторан. А его открыл француз испанского происхождения. Это неземной вкус и настолько придумано блюдо и вот эта гармония ингредиентов и всего, и специй, и вкусов. Я тогда, я до сих пор это вспоминаю. Это нереально. У меня один товарищ прожил в Китае как-то две недели и говорит, слушай, пойдем в пельменную. А ты, говорит, устал. И это мясо под вареньем, под вареньевым соусом есть за две недели. Тебе близка вообще азиатская кухня? Ну, я люблю. Мне очень нравится, да. Мне близко именно вот это разнообразие, которое у них присутствует. Именно и разнообразие вкусов и то, что у них очень много овощей. И она на самом деле не такая калорийная. Хотя я больше, наверное, склоняюсь к какой-то более японской, наверное, варианту, нежели даже к китайскому. Побывав в Китае, я перестала любить китайскую кухню. Вот скажи, пожалуйста, ну, я так понимаю, что сейчас сложновато с хорошими ингредиентами. Как ты выкручиваешься? Ну, понятно, что, да, белорусская семга и все вот это прочее, да, все эти эвфемизмы. Но вот как тебе удается выкручиваться? Ну, как-то, да, присутствуют заменители, не очень качественные, конечно. Ну, придумываем новую рецептуру, разрабатываем, в общем-то. Ну, не могу не спросить, а ты готовишь сама? Готовлю. Ну, что-то стало очень редко готовить. Готовить – это творческий процесс. То есть раз есть вдохновение, тебе хочется что-то такое сделать. Иногда нет вдохновения, ничего не готовишь. Но я по рецептам не готовлю. Я могу утку приготовить, рыбу, мясо, какое-нибудь втажине, какого-нибудь кролика, что-нибудь с карри сделать. Ну, смотря какие ингредиенты присутствуют в холодильнике. За какое блюдо ты можешь вот душу дьявола продать? Не за какое. У тебя нет любимых блюд? Или просто цена сделки тебя тревожит в данном вопросе? Ну, я очень люблю всякие пироги, но я их не ем. Редактор когда открылся? Два года? 16 декабря 2013 года. Скажем так, публика, место, вот все ожидания прям вот сбытия мечты? Скажем так, даже случилось даже боли это. Потому что когда я закрывала «Бадгаштайн», открывала «Редактор», как-то у меня такая была боль, и то, что жалко было «Бадгаштайн». И на «Редактор» я, надо что-то открыть, что, какая концепция, да не знаю какая вообще. Народ у нас обеднел, непонятно там что и как, для кого я. Вот было какое-то такое очень депрессионное состояние. И я, скорее всего, в него стала влюбляться по мере того, как мы начали работать. И «Редактор» это название придумал дизайнер, который сделал весь дизайн. Я говорю, ну ладно, давай «Редактор». Он, «Редактор классный» назвали, говорю, классный. Как-то вот так. Какой срок ты даешь «Редактору»? Ну, с учетом того, что у нас рестораны выходят из моды, входят в моды. Я вот стараюсь этот вопрос не думать о нем. Почему? Ну, потому что ресторан в целом живет пять лет. Он на таком, на пике популярности и так далее. Просто, а что дальше делать вот с этим совсем, я не представляю, пока не придумаю. Скажи мне, пожалуйста, вот все пользователи Инстаграма и все подписчики знают, что ты в отличной физической форме. Как ты это делаешь? Стараюсь не есть пирогов и беляже, чем урезков. Ну, это же ад вообще, работать в ресторане и не есть. Ну, нет, нет, ну, привыкла в спорт. Ты вообще сильный человек? А что подразумевается под словом «сильный»? Ну, хорошо, тогда что ты подразумеваешь под словом «сильный»? Сильный, когда какие-то в жизни возможности или что-то такое не очень хорошее, что может человека сломать, надломить. И человек может это… А человек это выдерживает. Выдерживает и восстанавливается, и не теряет силы духа. Может быть так. Ну, ты фактически на пике санкции открыла ресторан, и он работает. Люди ходят и оставляют деньги, и все в порядке. Благодаря чему? Что это? Интуиция, сила? Просто я знаю…